Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Радайкин Максим. И я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Во Франции постоянные перебои с энергоснабжением из-за жары. Опять сбоит работа на АЭС. Собственно вопрос, как основной экспортер электроэнергии в Европе докатился до того, что у него тысячи клиентов сидят без электричества. Мы вроде-то даже с вами как-то разбирали данный случай, и были новости, что французские инженеры нашли, в чём у них была проблема на реакторах, и всё починили. Это не всё починили. Что у них там происходит? Проблема возникла не сегодня, достаточно давно. Удивительно, что до сих пор не инвестированы какие-то серьёзные средства, чтобы эту проблему решить. Дело не в реакторах, или, если точнее, не в их функциях. Функции все в полном порядке, действительно контролируемая энергия распада идёт, всё хорошо. Не хватает температуры, не хватает холодной воды для снятия тепла с тепловыделяющих сборок. Плюс 40 градусники во Франции, это значит, что вода тёплая, совсем тёплая. Есть две атомных электростанции, которые используют так называемое прямое охлаждение реакторов. Вода берётся из реки выше по течению, проходит через теплообменники и возвращается ниже по течению. Вот сейчас температура настолько высока, что, во-первых, возникает проблема у самих атомных реакторов, не снять всю температуру, не получается работать в штатном режиме, и одновременно возникают вопросы у экологов. Вода, прошедшая через теплообменник, нарушает экологию рек, так скажем, возникают проблемы с живностью, с растительностью и так далее. Проблема возникает регулярно, с той поры, как стали вот такие температурные рекорды отмечаться, это уже, по-моему, третий заход, одна и та же проблема. Почему нет желания решить? Напомню, что в России с 2015 года просто запрещено строительство вот таких атомных электростанций с таким режимом охлаждениям только градирни, только сухие градирни, но мы это всё видели у нас, в последнее время достаточно часто показывали кадры с той же Запорожской атомной электростанции, это и брызгательные установки, и сами градирни, то есть технологически всё это решаемо. По каким причинам компания ЭДФ не занимается, не упорядочивает эти проблемы, мне сказать сложно, есть подозрение, что тот энергетический кризис, который возник в двадцать первом году во Франции решался путем предоставления субсидий населению и бизнесу, для того чтобы эти субсидии получать, деньги снимали с компанией ЭДФ. Может быть вот в связи с этим набрать каких-то лишних денег для того, чтобы инвестировать не получается. Как во Франции намерены решать эту проблему, будем наблюдать, но пока просто зафиксируем, с учетом того, что происходит с погодой, вот такие варианты охлаждения активной зоны реактора, очевидным образом не должны быть использованы. Слишком хлопотно у нас, и без этого в объединенной энергосистеме проблем хватает, особенно в последние пару лет. Это с одной стороны, с другой стороны, можем посмотреть на то, как реализованы проекты в Белоруссии, там ни реки, ни море. Можем посмотреть, как это решалось в Нововоронеже. И, собственно говоря, поскольку Казахстан принял решение о том, кто будет строить атомную электростанцию, и казахстанские специалисты могут поездить и посмотреть, как все это выглядит, потому что вопрос воды для Казахстана действительно важный. С каждым годом, к сожалению, все острее стоит вопрос. Посмотреть, как идет работа Белорусской атомной электростанции, как идет работа Нововоронежской атомной электростанции, там и там реакторы ВВР-1200, о которых идет речь и в случае строительства атомной электростанции на озере Балхаш. С тем, чтобы убедиться, что варианты решения проблемы без траты лишних объемов воды имеются и аккуратно подобрать. У меня почему-то есть сильное подозрение, не знаю даже, на чем оно обосновано, но просто есть пример Узбекистана, который, прежде чем принять окончательное решение по реактору, более трех лет изучали на месте в России, где что, как работает, в каких режимах. И если кто-то обратил внимание, то изначально речь шла в случае большой атомной электростанции для Узбекистана два реактора ВВР-1200, то на Питерском международном экономическом форуме речь шла о двух реакторах по 1000 мегаватт. Это говорит о том, что это ВВР-1000. Многие считают, что это реактор предыдущего поколения, но на самом деле все необходимые системы безопасности, отвечающие постфокусимскому кодексу, так называемому МАГАТЭ, там имеются. ВВР-1000, мало того, что самое массовое, пока еще по количеству ВВР-1200, мы не догнали, то, что строилось в серийные советские времена, и я думаю, что это будет тот проект, который был реализован в Китае на атомной электростанции Тяньвань и который реализован в Индии на атомной электростанции Куданкулам. Это специальный проект для сейсмически опасных зон. По отзывам китайских специалистов, то, что они видят, способны выдержать землетрясение силой до 8 баллов без всяких проблем. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика.Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. И понятно, что вот таким способом Узбекистан страхуется. Все помним, к сожалению, что были и там чудовищные землетрясения, но лучше на всякий случай подстраховаться. Может быть, это не самый модный реактор, может быть, это на 400 мегаватт меньше установленная мощность, но напомню, что судя по тому, что мы услышали на Петербургском форуме. Малая атомная электросанция составит двух блоков ВВР. Ритм-200 тоже будет строиться на одной площадке, что позволит немножко удешевить проект и повысить маневренность. Реактор Ритм-200Н. Это реактор Ритм-200, который проектировался для атомных ледоколов. Он выдерживает самые суровые условия. Н букву просто означает наземные. Отличительные особенности то, что они могут работать с пониженными до 30% мощностью. То есть, они маневренны. Соответственно, Узбекистан получит надежную крупную генерацию и маневренную, которая позволит справляться с пиковыми нагрузками в утреннее и вечернее время. Ну, это вот мы немножко ушли в сторону от Франции, но просто хотелось обратить внимание, что к своей безопасности, к надежности работы объединённой энергосистемы можно подходить по-разному. Можно с французским шармом, можно с восточной недорабливостью. Посмотрим, какой вариант мы увидим в исполнении Казахстана. Борис Анидович, а в принципе, как там обстоят дела с энергобалансом в Европе? Потому что не так давно у нас Испания, Италия тоже блокауты зарядила. А не ровен ли час о том, что слава прерывистой генерация, может так случиться, что в принципе всю Европу целиком блокауты накроют? Ну, если посмотреть за сообщениями, которые из Европы идут, опять же, традиционный климатический феномен, появление которого зафиксировали ещё лет 20 тому назад, при отклонении температуры от среднемноголетних норм больше, чем на 10 градусов, наблюдается резкое снижение силы ветра. Либо зимой слишком холодно, ветер стихает, это холодный штиль, либо, соответственно, то же самое происходит летом, но это уже горячий штиль, то есть высокая температура и отсутствие ветра, что мы, собственно говоря, к сожалению, в прошлом году вынуждены были наблюдать в объединенной энергосистеме юга у нас в России. Температура на юге под 40 градусов, ровно то, что мы сейчас наблюдаем в Европе, и скорость ветра порядка 5 метров в секунду. И, соответственно, тут произошло то, о чём предупреждали неоднократно, то, от чего мы не подстраховались. В объединенной энергосистеме юга доля установленной мощности ветрогенерации достигает 12%. 12% установленной мощности просто перестали работать. То же самое происходит и в Европе, но поскольку это у них происходит не первый раз, они уже приблизительно представляют, чего ждать, а сейчас идёт повышенный спрос на газ и, как ни странно, на уголь. Тут нет никакого климатического влияния, спрос на электроэнергию растёт, включены кондиционеры не только дома, но и во многих других помещениях, где необходимо работать. Это офисы, магазины, заводы, где они ещё сохранились, фабрики и так далее, и так далее. Соответственно, за счёт традиционной генерации Европа должна суметь пройти вот этот очередной тёплый штиль, уже потом радоваться погодям. Будем надеяться, что планы, озвученные Министерством энергетики России совсем недавно, буквально позавчера, 1 июля, на одном из форумов заместитель министра энергетики озвучил новую инициативу для того, чтобы не было перебоев с электроэнергией в объединённой энергосистеме Юга необходимо установить систему хранения энергии. Прекрасное решение, которое позволяет действительно запасти и энергию в момент переизбытка генерации и отдать её тогда, когда появится спрос. При этом никаких расчётов никто не предоставляет. Сколько раз такое оборудование выдержит цикл зарядка-разрядка, неизвестно. Стоимость известна. Составляет приблизительно столько же, сколько необходимо построить новых электростанций на Юге. Будем надеяться, что это решение реализовано не будет. Потратить деньги на аккумуляторы в той же сумме, что и построить новые электростанции. Удивительное решение. Будем надеяться, что найдутся здравомыслящие люди в том же Министерстве энергетики или в самом правительстве, чтобы остановить эту творческую инициативу. Мне кажется, что тот эксперимент, который сама на себе ставит объединённая Европа, заслуживает внимательного анализа с тем, чтобы учесть чужие ошибки, а не делать свои. Такая нехитрая истина. Кто там умный, на чём учится, кто не умный, на чём многое теряет. Надеюсь, все помнят. Так что не будем волноваться за Европу, будем наблюдать внимательно, так как, собственно говоря, в любом научном эксперименте положено. Учёные, правда, тренируются на мышках, Еврокомиссия на собственных жителях на собственном бизнесе, но ничего тем интереснее за этим наблюдать. Борис Леонидович, получается, жара влияет на восстановление спроса на газ в Европе? Потому что они там всё экономили, всё подрезали какие-то косты, то есть они уменьшали. Чем меньше спрос, тем цена же дешевле. На самом деле это не первый раз происходит, и других вариантов нет. Стоит помнить о том, что и КПД солнечных панелей при температуре, превышающей 25 градусов, начинает снижаться, и вот эти ситуации с ветром. Я думаю, что многие страны на этот феномен внимание обратили, подстрахуются. Другое дело, что это, конечно, несколько нарушает планы по заполнению подземных хранилищ газа до 90% к 1 ноября. Норматив, введённый в 2021 году Европейской комиссии. Если кто-то за западной прессой следит, то на минувшей неделе в Германии национальное правительство снизило нормативу до 80% и, на мой взгляд, разумно сделало. На территории Германии самое крупное подземное хранилище газа. Опыт показывает, что они не опустошаются за отопительный сезон, поэтому ставить себе даты для того, чтобы стремиться закупать всё больше и больше объёма, тем самым повышая цены, не очень разумно. Так что некоторые признаки здравого смысла в Европе время от времени появляются. Борис Иоаннедович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика.инфо. Ссылка будет в описании и закреплённом комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением, с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект Геоэнергетика.Инфо продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова